здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал заповеди русских богов это он так на флешке ребята называется поэтому не надо мне там писать заповеди русов или славянов или еще как-то не будем я вам говорю так как здесь напишем на флешке значит есть здесь вот в этом тексте я вам маленечко зачитаю потому что читать много сами ссылку вам оставлю читайте сами значит вот есть бога сварага заповеди есть значит заповеди бога перуна заповеди дач бога заповеди лада я не знаю наверно а просто ошибка лада что ли ну ладно поехали дальше заповеди одина заповеди бога арам хата заповеди стри бога заповеди богородицы и заповеди числа бога значит давайте я вам зачитаю первые интересные места здесь есть такие сами сможете посмотреть давайте зачитаю маленько ссылочку оставлю под видео смотрите сами может кто-нибудь чего-нибудь интересного найдет расшифровка старославянского текста заповеди бога сварага почитайте друг другу сын мать и отца муж с женой живите в согласии не единую жену должен муж посягать на единую жену муж должен посягать а иначе спасения вам не узнать убегайте от крик от кривды исследуйте праду чтите род свой и рода небесного почитайте вы три дня в неделю 3 7 и 9 почитайте великие праздники потому подобает поститься всем людям в 3 и в 7 дни ежели кто в день 9 трудится то не будет ему прибытка не по жребию не по таланту так и во другие дни без изъяна день 7 человеком скоту и рыбам на покой дан на отдых телесный друг к другу ходить и друг за друга родить и будьте радостно вам пойти гимны богам почитайте великий пост от сожжения мары и до свадьбы живы берегите берегитесь люди в это время кривды сохраняйте строго от съедения чрева руки от ограбления от хулы уста почитайте яйца в честь яйца кощеева что разбил дождь бог наш вызвав тем потоп почитайте страстную неделю как скорбел дождь бог так от распятия кавказских как как скорбел дождь бог наш от распятия на кавказских горах до спасения лебедю живой так и вы скорбите смиренно и не пейте питья хмельного не скажите бранного слова почитайте купальские дни вспоминайте победу перунову как перун победил зверя скипера и как сестрам своим волю дал как очистил в водах священного ирия почитайте перунов день как перун в пятый день где вы сватался как перун не я морского царя победил и с небес не зверг буй на велеса вспоминайте и свадьбу перунову почитайте ладу матушку и рода небесного покровителей родов расы великой и потомков рода небесного после жатвы своей вспоминайте об успении златогорки почитайте день день волхва мудрого сына индры ясно сокола почитайте день макоши матушки святозарной великой матери и небесной богородицы почитайте и день тарха дач бога вспоминайте его женитьбу почитайте великую инглию и богов ваших кои суть образы бога прародителя единого почитайте старость и защищайте младость познавайте мудрость что оставили вам предки ваша и с другими родами живите в согласии и помогайте и когда просят вас о помощи не щадите живота своего для защиты дома своего для защиты роды своего и святой веры своей для защиты святой земли своей не навязывайте святую веру насильно людям и помните что выбор веры личное дело каждого вольного человека почитайте пасхет и помните о пятнадцатилетнем переходе из дарии в россению якого шестнадцатое лето предки наши славили род небесный за спасение от потопа великого живите в союзе с природой не губите ее ибо она опора жизни вашей и всего рода живого не приносите на алтарь жертвы кровавые не гневите богов ваших ибо мерзко для них принимать кровь невинную от созданий божих защищайте рукою крепкую ваши капища и святилища помогайте всеми силами вы всем странникам и кора молвникам кто хранят ту тайну древнюю слово божие слово мудрое не питайтеся пищей с кровью ибо будете якозвери дикие и болезни и многие поселятся в вас вы питаетесь пищей чистою что растет на полях ваших во лесах и садах ваших обретете вы тогда силы многие силы светлые да не настигнут вас хвори болезни и мучения состраданиями не стригите свои власы русы власы разные да с сединами ибо мудрость божию не постигните и здоровья и здоровья потеряете воспитая отец сынов черями приучи их жизни праведной воспитает и в них трудолюбие уважение к младости и почтение к старости освети их жизнь светлой верою и мудростью древних предков не хвалитесь своей силой перед слабыми чтобы восхваляли и боялись вас а обретайте славу и силу в битвах с ворогом не глагольте ложно супротив ближнего вашего сберегайте от хулы вы уста свои сотворяши деяния добрые деяния славные да во славу рода небесного и великих предках ваших и святой земли вашей какие деяния сотворяши вам люди такие же и вы сотворяша им ибо каждое деяние своей мерой мериться даруйте десятую часть от достатка вашего богу роду единому а сотую часть вождю и дружине его дабы охраняли они вас и землю вашу не отвергайте незнаемое и необъяснимое но старайтесь незнамое познавать а необъяснимое объяснить и боги помогавшие стремящимся к познаванию мудрости не отнимайте жизнь у ближнего вашего ибо не вы ее дали а святые боги но щадите жизнь но не щадите жизни ворогов чтоб нападают на вас и землю вашу ибо они супротив воли бога прародителя пошли не принимайте подношение и воздаяние за деяния что сотворены вами при помощи дара богов и за деяния добрые ваши ибо пропадет дар богов вам данный и не молвит никто что благое творите заповеди бога перуна ну значит ладно сами можете все это дело прочитать а ссылку оставляю подписывайтесь на канал буду постепенно выкладывать вам интересные файлы из этого документа спасибо за внимание до свидания